Девушки отдыхают 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 позвоночника, решил заняться боксом. Это кардинально изменило его фигуру, здоровье и судьбу. Через несколько лет Александр выигрывает первенство вузов. Параллельно Невский, как и его кумир Арнольд Шварценеггер, увлекся бодибилдингом. Тренажеры не сделали из Невского чемпиона, но, как и Арнольда, привели в кино. Сейчас Александр берет уроки актерского мастерства при студии Ролана Быкова, учится в аспирантуре Академии управления и консультирует Министерство образования России по вопросу молодежного спорта. Наверное, именно этот последний факт биографии и дает ему право носить гордое имя «Русский Арнольд». Ефим, вас что привело к занятию этим спортом? Так же, вот как вы, глядя однажды в зеркало и понимая, что впереди у меня довольно долгий, как мне хотелось бы, актерский путь, который я, конечно, в том своем трехгодичной давности состоянии уже не одолею. Во-первых, я себе тогда отрежу путь для ролей в театре, потому что, конечно, нормальному человеку проще сыграть горбатому, чем горбатому человеку, допустим, сыграть красивого и стройного. Я год-два назад бросил курить, несмотря на то, что на обложке книги и на многочисленных плакатах в такой американской позе нахожусь. И я как-то решил всерьез заняться собственным здоровьем. У меня появились друзья-спортсмены, я стал ходить в столичный московский клуб в олд-класс, а последний свой бенефис отпраздновал просто в окружении культуристов, многие из которых здесь. Но на самом деле, мне кажется, что вот это совершенно, на мой взгляд, идиотское противовставление духа и тела сформировалось некогда в среде курящей, томной московской интеллигенции. Почему-то было принято как-то говорить об этом отдельно. Знаменитое Иртиеневское двустишее «В здоровом теле здоровый дух» на самом деле одно из двух казалось страшно афористичным, очень веселым и отчасти справедливым. А потом я подумал, что античный идеал или идеал всех классических эпох все-таки заключается и замыкается в человеке, в котором духу соответствует достойное его вместилище. Ефим Шифрин – культурист. Звучит как начало анекдота. А между тем, ради циркового училища с обязательно акробатической подготовкой Ефим бросил филологический факультет университета. Отношения со скульптурой Шифрина до этого складывались сложно. Вместо положенных уроков он рисовал пропагандистские плакаты о здоровом образе жизни. Неожиданно в 92-м году Ефим пришел в спортзал. С тех пор свободное время он проводит только с тренажерами, накачивая мышцы. Внешний вид актера заметно изменился. Как считает сам Шифрин, режиссеру не стыдно теперь его раздеть на сцене перед публикой. Кто бы мог подумать, что бодибилдинг откроет новую грань его многостороннего таланта. Дело в том, что я курю и время от времени выпиваю. Вот я хотел спросить как раз у Владимира. Я обязан буду расстаться со своими привычками, если я всерьез захочу улучшить свою фигуру? Не надо себя заставлять. В один прекрасный день я курю и поддерживаю нормальный образ жизни. Но где-то месяц тому назад я пришел к такому же выводу, как Ефим. Месяц тому назад я бросил курить, бросил алкоголь вообще, даже пиво. И начал опять тренироваться. И что я вам скажу, что разительный эффект. Я не заставляю себя не курить, не пить пиво, просто нет желания. То есть я стал чувствовать себя, знаете, как новый доллар. Я чувствую каждую часть своего тела. Я чувствую, что мне возвращается мое молодое тело. Мне уже около 50. И чувствую, что опять какие-то мышцы там, все это бурлит. Владимир Дубинин был одним из первых русских спортсменов, рискнувших открыто заняться запретным в СССР бодибилдингом. Непризнаваемый спорткомитетом, полуподпойные соревнования все-таки проводились. Преимущественно в Прибалтике и Тюнине, в маленьких ДК. Владимир Дубинин неоднократно становился абсолютным чемпионом СССР. Но вот на международные соревнования его все-таки не пускали. Лишь много лет спустя, в 87-м году, при его активном участии была создана первая Федерация Атлетизма в России. Тогда ее председателем был Власов. После распада Союза Дубинин возглавил Федерацию бодибилдинга России. Благодаря его усилиям наши спортсмены получили возможность участвовать в престижных международных соревнованиях бодибилдинга. Развучало мнение, что мне потребуется два года для того, чтобы достичь какого-то более-менее серьезного уровня. Как часто я должен заниматься в течение этих двух лет? Смотря что вы хотите. Если вы хотите просто здоровья, прекрасно себя чувствовать, это одно. Если вы хотите большие мышцы, это большой и серьезный труд. Это уже даже не вид спорта, это уже образ жизни у вас будет. Вот допустим я хочу просто здоровья, силы и нравится. Ну это достаточно 2-3 раза в неделю достаточно. Но не проводите эти тренировки, знаете, как в мягкой манере, в такой лучшее. А пускай будет у вас короче, но интенсивное. Не теряйте время даром. В тот спортивный клуб, в который я хожу, ходят на самом деле несколько очень известных и известных всем актеров. И Володя Пресняков, и Дима Золотухин, вот Петр Первый. А часть актеров ходила туда, думая привести себя в порядок с этими радиотелефонами, нынешними знаками нового времени. И половину тренировок проводят, значит, в болтании по телефону, крутя эти педали, поднимая одной ногой гантели. Конечно, от таких тренировок ничего не будет. Толку никакого не будет. Разве что за телефон придут большие счета. Ну хорошо, у меня еще один технический вопрос. Александра, вам. Значит, раза три в неделю я должен заниматься, но вопрос когда. Насколько я знаю, с утра заниматься не очень полезно, потому что организм еще как бы не совсем проснулся. На ночь заниматься этим видом спорта тоже не полезно для сердца. А днем я на работе. Возникает, соответственно, вопрос. Когда лучше и с медицинской, и вообще с какой-то житейской точки зрения заниматься бодибилдингом? Видите ли, на мой взгляд, здесь может быть только одна точка зрения. Так как вы рассуждаете, вы никогда не начнете заниматься. На самом деле у человека, ну, после там 25 лет появляется очень много моментов, которые заставляют его думать совершенно о другом. Думать о хлебе насущном, думать, не знаю, о детях, о жене, о семье. Ну, очень много проблем о карьере, о той же, да. Тем не менее, если вы хотите какие-то перемены в своем теле увидеть, у вас не должно волновать, утром вы занимаетесь или вечером. Вы должны выбрать час времени. Вы должны выбрать и должны тренироваться. Это правило игры. Другого по-другому быть не может. А вот, кстати, раз мы заговорили о возрасте, о 25 годах, во сколько можно начинать уже строить собственное тело? Может, мне еще рано? Владимир? Своё собственное тело можно начинать строить в любом возрасте. Мой сын впервые начал заниматься в 7 лет. Я собирался в Америку к Арнольду Шварценеггеру, я сказал, если будешь заниматься, я возьму тебя с собой. Я говорил ему серьезно. Он занимался, честно вам скажу, упорно занимался 3 месяца. Потому что у любого ребенка спроси, кто президент Америки, он может не ответить. Но вы спросите у него, кто Арнольд Шварценеггер. И ответит любой пацан в мире. Его жизнь стала воплощением американской мечты. Он знаком с самыми влиятельными людьми мира. Владеет несколькими предприятиями. Получает фантастические гонорары за съемки фильмов, которые заранее обречены на успех благодаря его участию. А для многих мальчишек он стал иконой, примером, по которому сверяет каждый свой шаг на пути к успеху. Арнольд в своих выступлениях подчеркивает, я такой же, как все. Скромный худенький юноша из маленького городка Грасс, маленькой страны Австрия. Он пришел в местный тренажерный зал, чтобы покорить девчонок в своей округе. Но по мере роста бицепса атлета росли его амбиции. Он становится сначала чемпионом города, потом страной. В 1966 году молодому спортсмену покоряется Европа. Но старый свет уже был слишком мал для горы мускулов Арнольда. И он уехал штурмовать США. Единственную страну, которую считал достойной своих размеров. Но Америка не спешила впадать в обморочный восторг при виде перекачанного юнца. Лишь через 4 года ему удалось зайти на самый престижный пьедестал культуристов и выиграть конкурс «Мистер Олимпия». Как ни странно, штаты даже после такого убедительного доказательства силы не легли у ног молодого атлета. Арнольд еще 6 раз завоевывал титул «Мистер Олимпия», параллельно пытаясь найти свою удачу в кино. Но, видимо, фортуна в то время была занята кем-то другим. Фильмы следовали один за одним, так же, как и сыгранные роли уходили в неизвестность. Лишь в 1982 году выходит фантастическая сказка «Конан Варвар». Диарнольд мало говорит, но зато много дерется и играет мускулами. Этого было вполне достаточно, чтобы публика его заметила. А власти исполнили давнишнюю мечту Шварценеггера. В 1983 он становится гражданином США. Роли сыплются на него, как из рога изобилия. За следующие 4 года он снимается в 6 самых кассовых фильмах, выполнив тем самым программу «Минимум». Становится миллионером и суперзвездой. Мускулы, сделавшие Арнольда популярным, в какой-то момент превратились в помеху для карьеры. Времена неуязвимых киногероев ушли в прошлое. Уступили 90-е со своими законами. Арнольд из группы универсального бойца превращается в образованного, интеллигентного, обходительного человека, любимцу женщин. Но своего создателя, бодибилдинг, он не забывает. Шварценеггер проводит собственную программу физического воспитания подростков. Возможно, скоро ее испытают на себе и наши школьники. Посещение России входит в ближайшие планы звезды. Я люблю Россию. Я не могу дождаться, когда снова смогу посетить эту страну. Когда, конечно, мы сейчас воспеваем Шварценеггера, Сталлона и так далее. Друзья дорогие, нельзя абсолютизировать. Истинно всегда... Вы скажите, а что лучше было для человечества, для цивилизации, чтобы у нас еще два раза было два Шварценеггера или был один Кант? Эммануил Кант. Я думаю, что мнение будет почти единогласное. Лучше пускай был в один Кант. А в нем росту было всего 157 сантиметров. Конечно, человек должен быть красив. Это известно. В всем должно быть красиво. Но, знаете, вот такая привлекательность... Я уж просто вам совет даю такой, извините за резкий совет, о том, что это привлекает девушек. Да девушек-то в мужчинах, прежде всего, привлекает голова. Вот это самое главное. А уж потом все остальное. Пожалуйста, Александр. Мне очень нравится, когда все время противопоставляется, да? Либо голова, либо мускула. То есть невозможно. Либо человек 150 сантиметров роста и очень умен. Либо он, значит, два метра здоровяк, но такой дурак, да, что лучше, так сказать... Перейти на другую сторону. Нет, ну лучше, что золотая середина, конечно. Нет, ну, конечно, я утрирую, естественно. Я утрирую. Я просто надеюсь, да, что когда-нибудь в моде будет, так сказать, стереотип мужчины, немножко непедерастический, который сейчас присутствует, да, у нас на экране. Никого не обижай, не дай бог. Я все-таки надеюсь, что будет мода на здоровых, сильных мужчин, как это есть в Америке, как это есть в Европе. Владимир, вот всегда спорт и здоровье были синонимами. Но в последнее время, по последним научным данным, оказывается, что регулярные физические нагрузки, они в конечном итоге снижают и резко снижают иммунитет организма. Так ли это на самом деле и известно ли это людям, которые занимаются бодибилдингом? Понимаете, в чем дело. Тут надо разделить два понятия – спорт и здоровье. Есть такое понятие – там, где начинается спорт, там кончается здоровье. И, например, история всего нашего спорта, когда наши величайшие олимпийские чемпионы в конечном итоге оказывались больными людьми – это пример этому. Другое дело, что без этого не будет массовости вот этого вида спорта. Вот, например, Арнольд Шварценеггер. Давайте вот мы уже замкнулись на нем. Вот если бы не было Арнольда Шварценеггера, многие миллионы людей не пришли бы в эти тренажерные залы. Таким, как Арнольд, совсем не обязательно быть. Но, видя, например, видя вот этого Арнольда Шварценеггера, многие миллионы людей думают, ну, если он стал таким, значит, я хоть немножко-то чего-то достигну. Хорошо, Есим, вот каждый день, ну, три раза в неделю, я прикладываю, вернее, должен буду прикладывать огромные усилия для того, чтобы поднимать разные тяжести. В конечном итоге это не скажется на моей личной жизни. Я боюсь, что это как-нибудь отразится на потенции. Развеете мой страх? Главный вопрос по адресу, конечно. На самом деле, вот есть одно замечательное изречение у Парацельса, у знаменитого и легендарного врача, который сказал, что только доза делает одно и то же вещество лекарством или ядом. Вот я думаю, что только доза может регулировать эту очень зыбкую грань между могу и не могу. На самом деле, в той среде, в которой вращаюсь я, в среде, вот в последнее время, в среде, ну, по-настоящему накачанных и очень физически развитых мужчин, я больших бабников не видел, честно я скажу. И даже знаменитая цепочка светских увлечений, допустим, там, Сталлоне или кого-то из других знаменитых качков убеждает нас в том, что вот уж чего им не нужно опасаться. Другое дело, что когда в ход идут там какие-то анаболики, стероиды, воздействия которых на организм, наверное, еще не изучено в той степени, чтобы там мне об этом говорить или... Но в том обычном нашем увлечении бодибилдингом, поверьте мне, такой опасности нет. А все-таки мне хотелось бы поговорить о серьезном. Это анаболики. Пожалуйста, Владимир, я сначала хотел бы послушать вас, как президента Российской Федерации бодибилдинга. Ну, во-первых, надо сразу же определиться, что такое анаболики. Анаболик – это любой препарат, который способствует просто повышению веса организма, росту мышечной массы. То есть все анаболики, основная их масса – это полезные вещества. Есть анаболические стероиды. Это искусственный мужской половой гормон. Вот здесь-то и находится камень на преткновение. В конце 60-х, в начале 70-х годов анаболические стероиды считались панацеей от всех болезней. Есть масса литературы тех времен. Другое дело, что спортсмен, чтобы достичь каких-то результатов, стать чемпионом, допустим, вот у него первый разряд, он хочет стать мастером спорта, или он мастер спорта, хочет быть чемпионом, олимпийским чемпионом, и спортсмен может превысить эти дозы в сотни раз. Так же, как говорят, что 100 грамм водки – это полезно, но в эфи литр – это уже, так сказать, яд. Так же и здесь. Это все зависит от этой дозы. Хорошо, Александр, вы когда-нибудь употребляли стероиды? Я не применял их, я экспериментировал с ними. Когда первый раз я попал в культурический зал, занимался там достаточно немного. Естественно, естественно, я думаю, что абсолютно большинство присутствующих здесь культуристов с вами согласится, что каждый человек имел с ними дело, который тренировался, тренировался более-менее серьезно. Я уже как боксер достаточно много проходил медосмотров, я обратился к врачам просто для информации. Мне сказали, какие цели ты преследуешь? Я сказал, ну я хотел бы сделать карьеру, я хотел бы когда-нибудь стать мускулистым. Мне сказали, если у тебя цель, конкретно сейчас, какой-то ближайший результат – окей. То есть то, что ты нарастишь мышцы – это без вопросов. Другой вопрос – что с тобой будет через 10 лет? Меня, например, это заботит. То есть я не пошел на это, совершенно точно. Александр, вот как раз я хочу, чтобы вы сейчас рассказали, какова эта проблема и чем грозят в конечном итоге анаболические стероиды. Видите ли, я не медик. Я думаю, что конкретно о вреде все-таки нужно спросить у профессионала. Пожалуйста. Тут я должен категорически высказать свое мнение и не согласен с президентом Балдебилга, Санкт-Петербурга, уважаемого нашего, так сказать, сегодня присутствующего здесь. Ни в каких дозах анаболические стероиды у спортсменов применяться не могут. Теперь объясню вам почему. Во-первых, применение анаболических стероидов у здорового человека вызывает цирроз печени. В 100% случаев у женщин вызывается мускулинизация. Хороша женщина, которая вся в волосах? Вся, все тело. У мужчин развивается импотенция. Опухоли, злокачественные опухоли, канцерогенные ситуации, которые возникают у атлетов. Сегодня принимаете, через 10 лет вы будете в институте онкологии или будете оперироваться где-нибудь по поводу опухоли мозга и так дальше. К сожалению, мы это, так сказать, видим. Да, пожалуйста, вы хотите добавить? Да, и Владимир Иванович не даст мне соврать. В Америке, в нескольких штатах это является уголовным наказуемым преступлением. Продавать и применять стероиды, что самое интересное. На самом деле так. И в Европе точно такая же ситуация. Это приравно к наркотикам. Понимаете, к применению наркотиков на самом деле. А в азиатских странах за это даже карается смертная казнь? Да, они говорят и невкусные. Субтитры подогнал «Симон»! Вот мне интересно, что думают мужчины-бодибилдеры, которые умудрены уже жизненным опытом и знают, с чем связаны, какие вообще ждут на этом пути трудности. Что они думают о тех девушках, которые занимаются этим видом спорта? Действительно прелестные, симпатичные девушки, всегда подтянутые в форме. То есть нет у них никаких изъян. Их достойно только любить. А интересно, в зале-то есть женщины, которые занимаются этим видом спорта? Есть! Ну расскажите, вот про мужские стимулы занятием бодибилдингом мы уже слышали. Мне интересно, что женщину заставляет заниматься этим видом спорта? То же самое. Посмотрел на себя в зеркало, и мне стало плохо. Висело три живота, бока большая. Извините меня за выражение, попа. Вот это меня привело в зал. Ну а потом я увидела, что у меня какие-то результаты пошли. Мне тренер сказал, давай попробуем на соревнованиях выступить. Ну и попробовали, выступили, и получилось. Как долго вы занимаетесь? Два с половиной года. Ну что ж, мне остается только пожелать вам всяческих успехов на этом пути. Пожалуйста, что вас привело к занятию этим спортом? Ну, прежде всего, это не зеркало, конечно. Как многие здесь утверждали, просто это продолжение своей спортивной карьеры. А чем вы занимались до того, как заняться бодибилдингом? До этого я была гимнасткой, занималась также акробатикой, достигла уровня мастера спорта. Но, кажется, возраст заставил меня перейти уже в этот вид, поскольку здесь возрастных границ нет. Пожалуйста. У меня трое детей в возрасте от 9 до 19 лет. Я сама пришла к занятиям бодибилдингом, ну, постепенно. Я занималась различными видами спорта, и мне, конечно, хотелось быть красивой. Ну, может быть, долгие годы нравится. Рожать здоровых детей. И могу заверить всех женщин, что вот, занимаясь в тренажерном зале, занимаясь под руководством грамотных тренеров, вы, конечно, обследуясь у врачей, получив их разрешение, вы не навредите себе. Вы станете красивыми, стройными. И, ну, надо вот действительно взглянуть на нашу серую толпу и как-то уважать себя, наверное. Женский бодибилдинг в Россию никто не экспортировал. Он появился здесь вполне самостоятельно, на задворках школьных спортзалов и в плохо оборудованных подвалах, подобно тому, каким был в 67-м году Тюменский клуб Антей, который и тогда возглавлял Евгений Колтун. Я помню, что девчонки, которые у меня начали заниматься, они, конечно, еще занимаются не так, как сейчас занимаются, нынешнее поколение, будем говорить, последние, может быть, 10 лет. Но были уже и вольные упражнения, так называемые. Я помню, что Тюмен, который я проводил в 1969 году, вот, в нем женщины принимали участие, и у них была такая программа многоборная. В середине 70-х о развитии женского бодибилдинга стало говорить бессмысленно, поскольку и мужской-то много раз оказывался под запретом. Это было время смешных названий и забавной мимикрии. После очередного распоряжения из Москвы клубы маскировали под общество трезвости, а соревнования переносились на пляж. При этом слово «бодибилдинг» боялись произносить вслух, а за термин «позирование» можно было поплатиться членством в комсомоле. Долгое время, к тому же, не знали, каким должен быть эталон женщины в атлетизме. Современный бодибилдинг предлагал много вариантов, среди которых были и такие, которые откровенно отпугивали от бодибилдинга тех, кто не знал специфики подготовки. Так продолжалось до середины 80-х, пока не появился термин «тренированная женственность». Жан, ты сильный человек? Сильный. А каким должен быть твой муж? Как ты его себе представляешь? Ну, тоже сильный, обязательно, чтобы мог за себя постоять. Не скучно будет вот так, два таких сильных человека в одной семье? Нет, не скучно. Для многих девушек культуризм – продолжение спортивной карьеры, где, как известно, возрастных ограничений не существует. Скажи, вот если сейчас ты приходишь на пляж, начинаешь раздеваться, как мужчины на тебя смотрят? По-разному. А что ты читаешь в их глазах преимущественно? Что я читаю? Ну, скажем, может быть, удивление, в чем-то даже шокирующее. Многим нравится, многим, ну, по-разному бывает. Оле Огневой всего 16, однако бодибилдингом она занимается уже два года. Несмотря на то, что одноклассники уговаривают ее бросить это занятие, уверяя, что это не женственно и некрасиво, она по-прежнему убеждена, что ее место здесь. И однажды она покорит этот олимп. Я думаю, что нужно заниматься. Ну, может, не так серьезно, как я просто что-то для себя так, чтобы поддерживать формы свои. В течение года женщины, которые занимаются культуризмом, выглядят по-разному. В соревновательный период их фотографиями можно пугать непослушных детей, которые отказываются есть кашу. Все дело в европейских стандартах, по которым спортсменка должна показать только свои мышцы. Поэтому всю жировую прослойку и лишнюю воду из своего организма девушки сгоняют за несколько месяцев до соревнований, используя тренажеры, специальное питание и диету. Зато в период между соревнованиями это самые очаровательные и всегда очень молодые женщины. Случай заставила прийти в бодибилдинг. Просто случайно пошла потренироваться за подругу, которая поехала в отпуск. Ей жалко было своих денег, чтобы не пропали даром. Я пошла за нее тренироваться. А потом у нас проводились впервые соревнования по гран-при в Тюмени. И я туда тоже сходила посмотреть только на женщин. Мне просто неинтересно было. Тоже сводили, можно сказать. Я на них как глянула, думаю, господи, какие куколки, какие хорошенькие, без животов все, славненькие такие. Пусечки, думаю, как красиво. И сколько лет это уже продолжается? Седьмой год. Есть стереотип, что женщины-культуристки, они выбирают себе в мужья высоких, стройных и худых мужчин. Это правда? У меня муж. Красивый. В общем-то, я могу сказать одно, что когда мы с ним вместе идем там где-то тет на тет, он со мной не боится идти. Потому что он всегда шутит, говорит, что... А что мне... Чего, говорит, не бояться? Муж с тобой, говорит, ты же со мной идешь. Похоже, что вековая борьба за равноправие между мужчинами и женщинами подошла к своей финальной стадии. Я не знаю, кто здесь победит. 36... 37... Но я, пожалуй, сдаюсь. У меня вопрос к Александру Шварценеггеру, то есть к Невскому. Хотели бы вы, чтобы ваша жена была физически накачанным человеком? Хотел бы. У меня вопрос совершенно трогает. Господа мужчины, а что вы будете делать, если уж все женщины вдруг резко начнут заниматься бодибилдингом? Кто дома будет? Кто будет заниматься семьей? Кто будет заниматься детьми? Кто будет в конце концов ходить по магазину? Это не самое опасное. А как ругаться-то с женой потом? Так, кто готов ответить на этот вопрос? Мы будем сидеть дома с детьми, а они пусть качаются. Нормально? Пожалуйста. Неужели кроме спорта вас ничто не интересует? Есть ли у вас какое-то хобби? Ну, у меня хобби – это моя федерация. То есть она занимает все мое свободное время. И я хочу сказать, что наш вид спорта настолько демократичен, что только занимаясь бодибилдингом, ты можешь тренироваться вместе со своими детьми. Вот я тренируюсь, например, в зале, где тренируется моя дочка, студентка третьего курса университета. Мы с ней рядом тренируемся на параллельных станках. Но в какой виде спорта это возможно? Я в прошлом году закончил Академию правления. Сейчас я обсудил аспирантуру. В следующем году сдаю кандидатские экзамены. При помощи Ивана Анатольевича Быкова я посещаю курс актерского мастерства. Если все будет в порядке, то в марте начнутся съемки фильма моего, продюсером которого согласился стать Юрий Лебошевский, президент Деглев-центра. То есть, ну, хобби много. У меня есть хобби, я иногда на эштраке работаю. И в театре. Свободное от бодибилдинга время, конечно. Вы знаете, если уже на мне там что-то застрял какой-то прибор, я в довесок к тому разговору о женском бодибилдинге, который так вот спонтанно возник, я просто назвал бы три фамилии наших звезд, которых мне часто удается встретить в спортивном зале, в котором я занимаюсь. Я думаю, что даже одни их фамилии вам скажут гораздо больше, чем другие рекламные какие-то истории. Это Кристина Арбакайте, Анжелика Варума и Олега Смехова. Я думаю, что это три грации. И этих имен достаточно для того, чтобы рекламировать бодибилдинг на каждом шагу. Я слышал, что после того, как люди долгое время занимаются бодибилдингом, потом по той или иной причине они бросают занятия этим спортом, их фигура становится еще хуже, чем была до того, как они начинали заниматься этим видом спорта. Существует ли на самом деле такая опасность? Может быть, и не стоит начинать? Вы понимаете, ну это глубокое заблуждение. Просто такого нет и быть не может. Ну это же кожа, она, ну человек, допустим, прекращает он заниматься. Естественно, мышцы уходят, они уменьшаются. Но есть мышечная память, пройдет много лет, допустим, там 5-10 лет. Человек приходит опять в тренажерный зал, опять начинает заниматься. И то, что было, оно возвращается буквально, ну за неделю. И, как говорится, это уже не пропьешь до старости. Пожалуйста. Бодибилдинг – это тоже продолжение моей спортивной карьеры. Раньше занимался тяжелоатлетикой, но были неплохие результаты. Выигрывал, ну все, СССР в Союзе, был призером Союза, на Европе выступал. Короче говоря, прошло много лет, мне предложили работать в спортзале, мой товарищ. И я начал тренироваться по старой своей системе, то есть, так сказать, железо. В бодибилдинге немножко другая система тренировок. Там интенсивность каждого подъема намного меньше. Но количество повторений, за счет чего нарастает вся мышечная масса, там больше. Извините меня за нескромный вопрос. Сколько вам лет? Мне через месяц будет 52. Хочу сказать, что я в 52 года очень хотел бы выглядеть так же, как вы. У меня вопрос к Ефиму Шифрину. Скажите, вы начали заниматься бодибилдингом только для поддержания своей физической формы? Или, может быть, вы в будущем планируете стать профессиональным бодибилдером? Я думаю, учитывая сегодняшнюю вашу популярность, вы могли бы занять достойное место. А за компанию, кстати, можно прихватить Геннадия Хазайнова и Михаила Задорнова. Я бы с радостью прихватил всех своих коллег, потому что я думаю, что бодибилдинг, фитнес – это система жизни. Это образ жизни и стиль жизни. И я думаю, что те спортивные результаты, о которых мы говорили, это только маяк, который тех, кто захочет его увидеть, обязательно будет здоровым. Когда мне говорят о том, что настоящему занятому человеку, писателю, художнику или артисту для этого времени никогда не выкроет при настоящей занятости работать, я теперь тоже на своем примере знаю, что это совершенно чушь, совершенно ерунда. Главное – просто расставить приоритеты. И вот среди этих приоритетов нужно не забыть про то, что тебе поможет выжить. Я думаю, что мы должны заниматься фитнесом только для того, чтобы жить. Пожалуйста. Я все-таки хотел бы всем напомнить, всем, кто смотрит нас, что бодибилдинг – это все-таки в первую очередь здоровье. Не принимайте стероидов, занимайтесь для здоровья. Ну что я хочу сказать. Просто идите в залы, качайтесь. Не надо ничего обсуждать. Качайтесь. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. И напоминаю, что у нас в гостях были Александр Невский, Ефим Шифрим и Владимир Дубинин. Я благодарю вас и надеюсь, что сегодняшняя наша передача лишний раз подтвердила выражение Антона Павловича Чехова о том, что в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и мысли, и лицо, и тело. Итак, я благодарю вас. До свидания. До встречи в следующий вторник. АПЛОДИСМЕНТЫ